Всем привет! Сегодня поговорим о самом маленьком умном Zigbee реле от компании AUBES. Поставляется нам вот в такой маленькой упаковке, даже практически чуть больше спичечной коробки. В задней части у нас отображенок бывает Wi-Fi и Zigbee версия Wi-Fi дешевле, но для домашнего использования, если у вас их много, я все-таки рекомендую Zigbee. Приложение Tue Smart или Smart Life и в принципе подходит как для розетки, так и для выключателей с нулевой линией. Комплект поставки будет самый простой, инструкция и само реле, инструкция точно так же очень компактно сложена и достаточно, несмотря на свой маленький размер, достаточно маленькая. Вот основная схема подключения, размеры реле составляют 40,7 мм на 40,7 мм и толщина всего лишь 24 мм, реально очень маленькая. В нижней части колодка для подключения питания, так же можно подключить отдельно логический выключатель, включено, выключено, Switch 1, S2, L out, L in, фаза вход, фаза выход, ноль вход, ноль выход, наличие нулевого провода обязательно. На передней части кнопка физического включения или выключения реле. Максимальный ток нагрузки 16 А или 3,5 кВт. Вскрываем наше реле, периметр проводим, карточка и достаем, что она у нас тут спряталась, что у нас. Так, ну, в принципе, тут все за умность устройства отвечает чип у нас ZT2S, довольно популярный, контактная группа и реле управления, переключения, нагрузки 16 А, Юнг Вэй, U12FT 1050DM. Если вы решили сделать умной розетку, любую вашу розетку, то, соответственно, провода, идущие в розетку, вы отключаете, подключаете ее на L, IN и N, IN, а к розетке уже подключаете новые провода на L-OUT и M-OUT и, соответственно, в розетку подключаете нужную вам нагрузку, чтобы контролировать ее работу дистанционно. И при подключении обязательно, ребята, проверьте, чтобы мы разрывали фазу, то есть вот у меня фаза, на нуле ничего у меня не происходит, ну, соответственно, включать и выключать нагрузку мы сможем как с помощью кнопки на самом реле, так с помощью мобильного телефона или автоматизации. Это то, что связано с розеткой. Еще одна схема подключения, то есть подаем питание на наше реле, фаза ноль, подключаем любую нагрузку, это может быть освещение, бойлер, розетка и подключаем к S1-S2 обычный выключатель. И теперь вне зависимости мы теперь можем управлять нашим подключенным нагрузкой тремя видами, тремя разными видами. Можем через выключатель, можем через реле, а можем через мобильное приложение, причем не важно, если вы здесь выключили, здесь включили, или если было включено, допустим, можно точно так же выключать через реле, а включать через выключатель. При этом просто изменяется состояние устройства, т.е. выключено, это в другую включено. Т.е. достаточно удобное решение, что позволяет нам, допустим, если мы говорим про освещение, сделать какую-то умную лапу обычную, реле и где-то отдельно вынести выключатель, чтобы мы могли управлять непосредственно освещением. Включили-выключили, когда нет доступа к пульту мобильному телефону, потому что с реле управлять не всегда, ребята, удобно, потому что оно в основном случае находится в подразильнике, либо в коробке, поэтому подключить внешний выключитель достаточно удобное решение. Также на самом реле присутствует светодиод индикации. Включено, светодиод горит, выключено, светодиод потух. Переводим реле в режим сопряжения, для этого жмем и удерживаем единственную кнопочку, пока светодиод индикации не начнет моргать. Открываем приложение Tuya Smart или Smart Lite. Для добавления устройств нажимаем в верхней части, плюсик добавить устройство, выбираем розетку ZigBee и ZigBee Gateway. Убеждаемся, что индикатор быстро мигает и ждем добавления нашего устройства. Все, вот у нас AUBES Smart Switch Z1 GENG. Можем сразу же его здесь переименовать при необходимости. Из главного экрана мы видим состояние, наше устройство на данный момент выключено, если оно будет включено допустим механически, сразу же будет происходить у нас он, ну либо же мы можем точно так же его выключить и включить прямо с главного экрана. Перейдя внутрь, мы видим всего лишь одну кнопку управления, она же кнопка индикации работы, включена или выключена. То же самое индикация будет происходить, если мы переключим статус с помощью выключателя. Здесь мы можем установить различные таймеры обратного отсчета, таймер как вы захотите, сколько угодно, циркуляция, то есть когда-то будет работать, когда-то выключено, случайный таймер и инчинг это одну секунду допустим он будет гореть, то есть это реле пойдет для допустим управления электроприводом ворот, то есть секунду оно сработает, подаст питание и сразу же выключится, как видите, для ворот этого достаточно и они будут у вас открываться, но я это буду использовать в освещении, поэтому мне это не надо. В настройках здесь в принципе все что есть, это у нас запись последнего статуса, то есть будет включено после пропадания света, допустим будет у нас оно выключено, включено, выключено и запомнить последний статус по умолчанию. И изменение типа выключателя, то есть мы переключаем и изменяется у нас состояние, то есть так выключено, включено, если мы выключим его с помощью допустим самого реле или приложения, то обратное выключение, переключение опять включено, мы можем сделать его синхронизацию, то есть сделать и даже если мы сейчас включим, то мне будет сделать двойное нажатие, то есть вот здесь всегда будет выключено, здесь всегда будет включено. И то же самое, как и следующая бутерная кнопка, то есть нажали раз, клац, включилась, клац, выключилась, клац, включилась, клац, выключилась, клац, выключилась, но мне интересен более rocket switch, потому что в любом положении мне не важно как я буду им включать или выключать. В настройках можем создать группу устройств, обновления нету и в принципе вот информация об устройстве вот такая. Относительно автоматизации, ну ребят я не знаю, в принципе я бы использовал конечно с освещением, но либо с запуском какого-то нужного вам прибора, допустим бойлера, какого-то там не знаю обогревателя, но у меня это будет освещение, поэтому в принципе тут логично будет его связать с ночным временем и суток и датчиком допустим открытия чего-то, либо датчиком движения. Так, делаем автоматизацию простую, посмотрим как раз что у нас может. При изменении статуса устройства, вот я беру, у меня есть сенсор калитки, беру door sensor, когда калитка будет открыта, плюс еще хочу в дополнительных настройках указать условия применения, срок действия, ночь, то есть ночью будет открыться калитка, тогда будет включаться освещение. И здесь мы убираем, тогда, управление одним устройством, вот наш этот, тут у нас из автоматизации доступен свитч включения и включения и таймер обратного отсчета, все. Свитч он, сохранить, далее, мне долго гореть не надо, поэтому я отложить действие, одна минута далее, и следующее, последнее действие это выключить, свитч off, сохранить, далее, и получается вот такая вот автоматизация. Сохраняем и она будет у нас работать. Переходим в HomeAssist, настройки, наше устройство и службы, перезапускаем автоматизацию, Tuya Smart, переходим внутрь и ищем наше устройство. Вот я его так назвал, переходим внутрь, у нас тут сокет 1, USB почему-то видно, хотя USB там нету и три объекта у нас сенсором, текущая мощность, вольтаж, но по идее, ребята, это все у нас не доступно, потому что есть в принципе устройство с возможностью измерения нагрузки нашей, подключенной к нему, но в нашем случае такого нету. Вот наш сарай, включился, выключился, но USB, ребята, не знаю, неправильный параметр, не USB там у нас по сути нету. И все, никакие больше информации он не передает. Давайте проверим все-таки Zigbee TMQTT. Переводим наше устройство в режим сопряжения. Сразу же устройство у нас найдено, оно у нас поддерживается, имя, он производитель, модель VHD02. Даже в принципе все, даже картинка совпадает с нашим устройством. Так что поддержка Zigbee TMQTT поддерживается. All Switch Module, Tuya. Вот наши настройки. Включено, выключено, предыдущее значение после пропадания электричества. Наш Switch Type, переключатель, как у нас будет подключен настройки. И сила сигнала. Ну и конкретно, ребят, мой кейс применения. Мне немножко не хватало освещения под навесом, поэтому я сделал два вот таких светильника через реле и через кнопку включения-выключения. Выключаем, все потухло. Включаем, все загорелось. Кроме этого, на открытии ворот в ночное время суток стоит автоматизация. Соответственно, свет должен включиться, когда откроется ворота по датчику движения, либо же по датчику открытия. Выключаем. И открываем наши ворота. Сразу же загорелся свет, светло и все отлично видно. При необходимости мы можем все это делать точно так же с мобильного телефона. Выключили. Включили с нашей клавиши. Выключили с клавиши. Включили. Либо же по автоматизации. Очень удобно. Вот так вот в распредкоробку все влазит. Даже на улице используем вот эту коробочку. Закрываем там реле. И ни зимой, ни осенью, ни весной с ней ничего не будет. Ребята, что могу по поводу реле сказать. Очень удобное. Очень относительно недорогое. Реле, если брать Wi-Fi, версия вообще недорогая. Но все же рекомендую, если вы все-таки строите умный дом, ZigBee, потому что все-таки это у нас является уже роутером в нашей ZigBee сети, потому что постоянное питание 220 Вольт. Удобно управлять как с помощью самого реле, ну скорее даже не так, с помощью самого реле, потому что он будет спрятан в подрозетник. С помощью мобильного телефона и выносного выключателя. То есть мы можем всегда управлять вне зависимости от того, есть у нас под рукой мобильный телефон или нет. Мы можем всегда включить прибор, который будет у нас подключен в нашу нагрузку. За счет своей компактности влазит любой подрозетник. То есть в принципе можно сделать какую-то умную розетку, либо же сделать какое-то освещение, продумать как вы хотите, допустим, прикроватный. Тоже будет удобно. Вместо обычного выключателя внутрь какого-то светильника вставляем реле, получаем умный светильник за сумму, стоимость этого реле, который меньше 10 долларов. Также, ребят, не забывайте, если видео вам понравилось, подписаться на канал, поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Под видео все ссылки на этот товар находятся под видео в описании. Там же вы найдете ссылку на телеграм-канал, группы в социальных сетях, где можете посмотреть новинки по поводу умного дома, задать свои вопросы, просто посмотреть какие-то купоны, акции и новости. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok